Всем привет! Я хочу вместе с вами сделать, а вернее попробовать этот легендарный бейкинг и посмотреть все-таки как это и что это, чтобы просто насытить свое любопытство. Если вы такой же любознательный человек, как я, то оставайтесь со мной. Для бейкинга нам потребуется пудра. Я не пользуюсь пудрами, ничем таким не закрепляю свое лицо уже давным-давно, потому что у меня лицо выглядит тогда слишком припудренным, как будто муку нанесли какую-то. Бесцветные пудры я не пробовала, как раз такие может быть стоит попробовать, но когда-нибудь это будет. Прежде чем это все делать, просмотрела пару видео буквально, решила не особо заострять внимание на этой теме. Камера все равно не улавливает всего, что находится на моем лице, а сейчас это высыпания какие-то, мои расширенные поры, несовершенство кожи. Кожа не однотонная у меня, она имеет свойство где-то быть красной, где-то светлее, где-то темнее. Камера этого не покажет, поэтому я вам буду рассказывать свои впечатления. Потому что у многих вижу такую проблему, я уже не раз говорила о том, что камера не улавливает вообще нихрена. Вижу макияжи, видео, где на своем лице что-либо показывают, и я ни черта не вижу, просто ничего. Либо пересвет, либо вообще засвет, не пойми какой. У меня такой проблемы нет, но все равно камера не уловит всех вот этих мелочей, нюансов, потому что она у меня обычная. Предварительно я нанесла на свое лицо уходовое средство, масло для лица. И сейчас я буду наносить тональное средство, потому что без него никак, без него бейкинг не получится. Мне нужно сначала все затонировать тональным средством и консилером. Консилер у меня легкий, и я подозреваю, что не слишком он мне что-то перекроет, но это пробный такой вариант. Я не собираюсь так выходить на улицу, поэтому для видео, я думаю, сойдет. Нанесли тональную основу и консилер. Ну и для своего бейкинга я выбрала пудру Johnson's Baby. Это детская присыпка, и я видела, как с ней, в принципе, делают бейкинг, поэтому почему бы и мне не попробовать. Мне просто интересно это сделать на своем лице, в частности. Камера не передает всего, и хочется это все попробовать самой и ощутить самой. Поэтому я многое пробую сама. Фирма Johnson's мне очень нравится. Я люблю их и масла для тела, и крема всякие детские. Пересыплю в такую емкость небольшую определенное количество. Буквально совсем чуть-чуть, я думаю, нужно. Тем же спонжем. Блин. И тем же спонжем. Она, кстати, с запахом. Я не очень люблю вообще какие-то продукты с запахом. По крайней мере, с таким пахнет. Именно характерно какой-то присыпкой и вот этот запах Johnson's Baby. Пудру я буду наносить влажным спонжем, которым я наносила тональной основы и консилер. Стремновато немножко. Я сейчас тут все засру. Ааа. Ааа. Моя рубашка. Пашка, блин, да что ж такое? Я нанесла таким толстым слоем, каким только смогла. Посмотрите на индейца. Нужно так просидеть минут 10, чтобы именно эффект запекания был намного жестче, намного ядренее. И через 10 минут я к вам вернусь. Блин, вся нога. Теперь главное, чтобы в гости никто не нагрянул. То есть, если я так дверь открою, то навряд ли кто-то поймет меня. Так, у нас уже довольно-таки хорошо темнеет, поэтому нужно заканчивать с этим. Я надеюсь, там еще что-то видно. Я вижу, но мне не особо понятно, что вы там видите. Я сейчас буду смахивать все это действо и, соответственно, расскажу вам свои впечатления, что к чему. Когда смахиваешь, нужно затыкать просто все. Глаза, нос, рот и воздух вдохнуть и не дышать. Жесть. Так, ну и мои впечатления. Эта фигня может подчеркнуть шелушение, если имеются таковые. Нужен какой-то силиконистый крем, который сгладит вам все шелушение. Волоски подчеркивает. Поэтому я не припудриваю никогда лицо, потому что у меня оно имеет волоски. Это природный такой фактор. Эти участки, куда я наносила, соответственно, пудру, они немного белее, чем все остальное. Вам так не кажется? Это эффект мотирования. Если пудра у вас мотирующая, если она закрепляющая макияж. А любая пудра, в принципе, закрепляющая. Но у каждой пудры есть свой срок закрепления. Какая-то держится дольше, какая-то быстро плывет. Пока с этой пудрой все вроде бы нормально. Под глазами вообще все идеально, но так виднее морщинки, мне кажется. Еще один фактор, почему я не припудриваю никогда область под глазами. Но таким образом не забивается в складки сам консилер. И таким образом не нужно поправлять макияж. В целом мне нравится. Я не скажу, что это плохо как-то. Я не скажу, что слишком перепудрено, что ли. Но вот мои высыпания, в частности, вот здесь у меня высыпания, оно белое из-за пудры. Наносить ее нужно только на более-менее идеальное лицо, куда делся фокус. Я попытаюсь максимально приблизить, как это возможно, чтобы вы хоть что-нибудь увидели. Да, темно, нифига не видно. Ну, в принципе, вы можете заметить, да, наверное, что нет никаких, не знаю, следов пудры. Да, ощущение, что нет консилера никакого. Но он у меня очень легкий был, поэтому такое впечатление может быть. Но нет, ничего не скатывается, все гладкое. И те участки, которые нужно было высветлить, они высветлены. Я, конечно, переживала, что вот эта пудра, она белая, и она может оставить именно белые следы. Но если вы возьмете хорошую кисть и хорошо так растушуете, хорошо так стряхнете эту пудру, то никаких белых следов не останется. Именно на волосках, на самом лице. Все довольно-таки натурально. В принципе, для видео, я считаю, можно использовать такой способ. Но, опять же, это если вы имеете какой-то профессиональный подход к видео. Это, конечно, муторно по именно порядку, потому что все у меня здесь в пудре. Я уже с этим смирилась. Да, это используют больше для видео, для инстаграм, фоточек. Я не знаю, вообще, буду пользоваться таким способом или нет. Но мне было интересно попробовать. А я надеюсь, вам понравилось это видео, и мы встретимся с вами в следующем видео. Я надеюсь, вы ждете этого, потому что я жду этого с нетерпением. И желаю вам удачи, хорошего настроения, и пока-пока! Пока! Пока!